Здравствуйте, друзья! Мы с вами на канале Голос Силиконовой Долины. И у нас гостья зовут Оксана. Вы, Оксана, где сейчас находитесь? В городе Харькове. Здравствуйте. Как там в Харькове вообще? В Харькове сейчас очень снежно и зимно. Очень много снега. А что, у вас там тоже так бывает, что снежно? Бывает, бывает. Слушайте, это хорошая тема. Я сейчас специально заготовил. Думаю, мало ли что там прислучно. Как раз пригодится сейчас. Да, вот это. Видите, это Колорадо. Мне кто-то привез из штата Колорадо. Ну, давайте я какое-то время посижу в зимней шапке. Такой, знаете, как русский медведь. Американский такой. Значит, так что вы там в Харькове делаете-то? В Харькове что делаем? Да. И на лыжах катаемся, и тестируем. Да вы что, и на лыжах тоже можно? И на лыжах катаемся. Да, хорошо. Вы давайте про себя пару слов расскажите. Вы вообще, откуда сами-то тоже? Харьковская прям? Да, Харьковская. А вы это говорите тю? Тю? А как же? Тю, шо? Шо, можете. А вот это гакать можете гакать? Гакаем, если надо. Все, ну это по требованию. По требованию. Хорошо. Так, расскажите пару слов о себе. Как вы там? Пару слов обо мне. Значит, ну, сказать могу про тестирование, что благодаря вам и вашему каналу я занялась тестированием ПО. Так, а чем раньше ты занималась? Раньше я занималась, я была менеджер по продажам, продавала запчасти к сельхозтехнике. Ну, по образованию я инженер-электрик была, но это были 90-е года, и по специальности я не пошла, а пошла работать я менеджером, продавала запчасти. И покупали запчасти-то у вас? Да, покупали. Ну, вы как, вы просто так, это самое, красотой дурманили мозг, и они покупали, или реально нужны были запчасти? Знаете, по телефону продавала. А, то есть действительно нуждались они в запчастях? Да, конечно, у нас же полей много, сельское хозяйство родных, поэтому. Окей, окей. Пользовались спросом. Так вы это на заводе каком-нибудь? Нет, это частная организация была. А что же они на заводе не купят запчасти? Ну вот, такой формат продаж. Заводы, знаете, в Украине после развала Советского Союза, они не совсем функционируют, как раньше это было. Поэтому ушло все в частные руки и продавалось. В России привозили. А, я понял. То есть не то, что вы от одного конкретного завода, вы с разных заводов. С разных заводов, с бывшего Советского Союза. Да. Хорошо. Так подождите. Значит, вы закончили институт по инженер-электрик. Вы сильно точник или слабо точник? Не знаю. Ну, напряжение большое там у вас. Вы по энергетике какой-нибудь или там... Да, по энергетике, по энергетике. Окей, хорошо. То есть это не женское это дело. Так же, как и трактор ремонтировать. Ну, хорошо. Значит, и вы... А как вас занесло в тестирование? А в тестирование занесло, значит, спасибо моим друзьям. Они как-то приехали ко мне в гости. А были времена эти такие не очень легкие у нас. 13-14 год. Военные события разные, всем известные. Политическая ситуация нестабильная. И продажи, знаете, немножко ушли в пике. Слишком. Я уточню. Пока все это не происходило, а было все спокойно. Зарабатывалось хорошо на запчастях? Хорошо зарабатывалось, но большого роста перспективы как бы не очень наблюдалось. Поскольку... Ну, подавайте, но хлеб, масло, там, икорка, сальце, это было все? Хлеб, масло, да, чуть-чуть было дело, но слишком много факторов, влияющих извне. Как экономическая, политическая ситуация, курсы валют, сезон, не сезон. То есть экономическая ситуация привела к тому, что вы, ухудшающаяся, привела вас к тому, что вы как бы, так сказать, были открыты к каким-то телодвижениям в другом направлении. Да, верно. А ребята откуда приехали, я не понял? А ребята мои друзья, харьковчане. А, местные. Местные, программист, значит, парень. Приехали, говорят, Оксана, ну вот есть такая профессия, как тестирование в IT. И поскольку ты техническая такая вся, и образование, и работа, может, ты попробуешь, посмотришь, что это. Я говорю, да нет, ребят, ну как, IT и я, я не знаю, насколько это возможно и совместимо. Ну вот тебе книга Савина, почитай, посмотри, а вот тебе Михаил Портнов. Он про тестирование много чего рассказывает. Ну так рассказали немножечко и уехали. Я особо внимания не обратила, думаю, не, ну это тяжело для меня, мне почти 40 лет, думаю, ну куда я. И дальше продолжаю работать. И вот времена стали ухудшаться, и я как-то вспомнила, думаю, что-то мне там говорили про тестирование, про Портнова, месяца через два я вспомнила, и с этой мыслью я больше не рассталась. Увлеклась вашими видео, вашими историями. Хохмочками. Хохмочками, да. Люди получали новую профессию. Хочу вам сказать большое спасибо за эту информацию, которую вы даете на канале. Она очень полезная, очень нужная, и вот в моей ситуации она сыграла решающую роль, поскольку я не была уверена в том, что я смогу переформатировать свою профессию, образование. А вот с точки зрения процесса, все-таки вот люди, которые вас слушают, нас с вами сейчас вот видят, и смотрят, они говорят, ну хорошо, это же как-то произошло. Ну хорошо, она знала, что есть тестирование, и мы знаем, что есть тестирование. Книга Савина, мы тоже можем ее пойти там погуглить и взять книгу. Мы там, это Портнов Компьютер Скул, там на русском языке, курс, видишь, там 11-го года, 18-го года, мы тоже можем, но как это произошло? Вот есть человек, человек послушал курс, ему, может быть, даже понравилось, он даже увлекся, но дальше что? Вот между тем, что ему понравилось, и он говорит, это имеет смысл, значит, и тем, что ему говорят, выходи завтра на работу, это же какой-то путь? Ну да, это путь. Не совсем легкий такой путь. А вот давайте вот об этом, это же самое интересное. Путь следующий, значит, я начала смотреть ваши видео, обучающие, которые, ну и про сексесс-сторию, про людей, которые рассказывали о том, что они уже в тестировании, меня это сподвигло. Мотивировало. Мотивировало, да. Вот, ваши видео смотрела, и дальше... У вас было так, думаю, ну если он может, так уж я точно могу, да? Так ничего, да я не смогу. Так, ну-ну. И я у нас в Харькове записалась на курсы трехмесячные. Очень хорошо. По тестированию, и ходила, занималась по субботам. Хорошие курсы? Четыре или пять часов. Хорошо так, нормально? Курсы хорошие? Ну, знаете, теории многовато, практики бы больше хотелось, честно говоря. Ну, вы бы порекомендовали, скажем, друзьям там или что-то кому-то? Ну, как бейсик такие, наверное, да. Ну, как называются, скажите, пусть, ребята. Называются ШАГ. А, компьютерная академия эти, Одесситы. Компьютерная академия ШАГ, да. Да, они же по всей Украине там, да? Да, да, да. Вот, и с ними я сотрудничала три месяца. И параллельно еще я поступила у нас в институт, и здесь есть такой хире, раньше он назывался, сейчас по-другому. Радиоэлектроники. Радиоэлектроники, верно. Они готовят там программистов. Ну, как тестировщик такой нет профессии. Вот, поэтому там есть курс. У программистов есть курс по тестированию. А вот скажите, пожалуйста, такую вещь. С точки зрения, ну, как бы нынешних ценовых, как бы, вот пропорций. Стоимость курса по тестированию в академии ШАГ, стоимость курса по тестированию, там, программированию в этом хире, или там, как он называется. Это какие-то существенные деньги, или это, в общем, можно пренебречь, какая-то несущественная сумма? Ну, я не могу сказать, что-то существенная сумма. Она очень... Афордабл, что называется, по карману. Афордабл, да. Хорошо. То есть, это не там незапредельные какие-то деньги совершенно. А когда это все происходило по времени? По времени это был 14-й год. А, то есть, вы на самом деле еще успели, когда не было массового рывка населения в сторону IT, потому что сейчас бы вам так просто не получилось. Вы знаете, в то время мне говорили то же самое. Оксана, вот если бы два года назад ты начала, вот ты бы, может быть, еще попала. Так, хорошо. А вот сейчас уже очень сложно. И посмотри вокруг, сколько студентов, молодежи, они же не могут устроиться, а тебе-то 40 почти, куда же ты? Я такая сижу, думаю, ё-моё. Но вы меня уже два раза... Но у меня уже не было уверенность, что я смогу. Вы меня этим сороковником два раза уже убили, потому что, я думаю, девочка молоденькая, она такая. Нет, вы знаете, все вот вокруг так акцентировали внимание, что, Арсен, обратив внимание, что молодежь не может устроиться, это очень сложно. Почему, почему молодежь не может устроиться, если она уже молодежь, то же, я не понимаю вообще, им-то чего не устроиться? Вы знаете, я вот где-то полгода назад общалась с молодым человеком, который закончил этот же вуз, и он боится, он не уверен в том, что я не смогу, а у меня нет в это работы, я попаду. Я понял, то есть он не устраивается. Если бы он хотел устроиться, он, может, и устроился, но поскольку он не устраивается, то люди со стороны говорят, видишь, молодежь не может устроиться. Так она не хочет, но, конечно, силком это кто ж его. Так подождите, все-таки, вы, я пытаюсь выцепочку, на 4 года назад, вы закончили курс по тестированию в Академии ШАК. Это было ручное тестирование или автоматическое тоже? Ручное. Вы пошли в Институт радиоэлектроники, и там, может быть, что-то подобрали из кодирования, да, там, может быть, Джаву какую-нибудь, что там было? Ну, слегонца. Слегонца, не надо злоупотреблять, конечно. Тестер не злоупотребляет этим. И откуда у вас взялось резюме и понимание, что с ним делать, или это все так как-то пошло на самотек, и случайно все получилось, вот как это было все? На самотек все не пошло. Так. Как писать резюме, как искать работу, еще раз говорю вам большое спасибо, я от вас очень многому научилась. У нас было пару видео, да. Да, мне кажется, не пару, даже больше было у вас видео. Вы на английском языке делали резюме, или на каком? На английском, безусловно, на английском, да. А, так у меня же там образцы, там, в большом количестве, там можно фраз надрать. У вас очень шикарная информация, я вам очень благодарна, вы знаете. Окей, хорошо. А пицца, наверное, всех, которые учатся, возьмут такую себе смелость, благодарить вас. Оксана, проблема в том, что когда ты это даешь, ты же хочешь, чтобы взяли, а когда ты уже не то что даешь, ты уже носом туда и говоришь, ну вот возьми, вот, и он еще и не делает, вот это плакать хочется. А поэтому, когда кто-то взял, вот, и такая радость, если вы не представляете, то есть вы надергали там этих самых буллитов, сделали себе резюме. Надергали, я насмотрелась ваших видео, ваших советов, как это правильно все делать. Вы спрашивали, как они видят идеального кандидата? Некоторые ваши вопросы, да, но вот этот не спрашивала конкретно, а некоторые спрашивала. У меня мальчик, мальчик из Харькова написал мне, что он пошел на интервью и менеджера спросил, там женщина была, и спросил менеджера, как они видят идеального кандидата, и та посмотрела на него, говорит, портнолы слушаешь, говорит. Вас тут все знают, конечно. А что, то есть нас знают на местности? А как же, Шаги только вас обсуждали, а портнол говорит вот это, а портнол говорит вот это. Я познакомился однажды с создателем Шага, мы были лет там почти пять назад, мы были в Киеве на стартап недели, точнее моя дочь там была, она там выступала, там что-то такое, а мы поехали за компанию. Ну я уже с камерой там снимал, и пока мы там ходили по какой-то этой неделе, там какие-то павильончики такие вот, и в частности вот была Академия Шаг, и они, когда я начал им вопросы задавать, они разволновались и привели вот этого начальника. Вот, и вот я за неделю в Киеве, значит, вот видел двух евреев, один вот этот начальник, а второй на улице я подошел и спросил там, что-то хотел с ним поговорить, оказался одессит. То есть, тоже вот как, да, как этот, в общем, два одессита. И, хороший такой парень симпатичный, очень приятный. И вот так мы с ним, ну, конечно, это бизнес большой, то есть там у них же много отделений по всей Украине, там это не то, что... Портнов компьютер-скулл там две комнатки занимает, там и так далее, это все-таки целое хозяйство. Я себе представляю, там сколько взяток надо там заплатить, ужас. Нет, нет, все, там нужно учиться. Нет, нет, я имею в виду, чтобы тебя от ментов, там от санэпидемстанции, там от СВЦ. А, ну да, школу. Ну, конечно, это ужас. Жизнь такая у нас тут, да. Да. Ну, хорошо, возвращаемся к прикладному. Значит, вы сделали резюме, так, посмотрели видео, сделали резюме, а дальше вы его... У вас есть какие-то сайты, типа там Headcounter какой-нибудь, или как происходит все это? Да, есть сайты, где я размещала резюме. Ну, их много здесь. В общем-то, Харьков очень айтишный город. Да, да, конечно. Насколько и вы же знаете об этом. Вот, разместила резюме, и, честно говоря, первых четыре интервью у меня были неудачными. Вы после каждого интервью неудачного, вы проводили такую инвентаризацию вопросов, как надо было бы ответить? Да, это были интересы вопросов, и в том числе я понимала, где у меня пробелы, что нужно подучить, что нужно еще повторить, и каждое интервью давало больше уверенности. То есть, вы фактически, вы отрабатывали модель идеального студента, то есть, вы, значит, правильные вещи все время делали, вопросы задали, значит, а в следующий раз спросили, а вы уже, да? А я уже, да? А, конечно. И там три-четыре интервью пройдешь, ну, пять максимум. Уже вообще новых вопросов нет. Уже одно резюме не в состоянии изгенерить миллион вопросов. Ну, сколько есть там их, вот, все задали. Да. Конечно. А у вас просто, вам просто уверенности не хватало, или почему вот, или, то есть, не было такого, что вам задали вопрос, и вы, может быть, и ответили бы, но просто стрессовость вам мешала ситуации? Вы знаете, это было комплексно. И стрессовость, и, может быть, где-то знаний не хватало, естественно. Ну, как бы, это же для меня новая сфера была, поэтому... Во время интервью, вот, в Харькове, например, там, я просто пытаюсь сравнить с американской вот манерой, там, когда они, они понимают, что это стресс, и они пытаются тебя как немножко расслабить, и там, да, 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 чтобы человек мог показать то, что может. У вас тоже так, или у вас сухо это происходит так? Пришел вопрос-ответ, вопрос-ответ, до свидания. Как происходит интервью? Ну, я бы сказала, что да. Сильно никто не расслабляет, как бы, вот. Ну, вы же, такая девушка импозантная, все, глазки не строят, ничего там, не улыбаются. Нет, ну, все строго. Даже парни вот тоже ничего, нет? Нет, ничего не строят, все строго, то есть всем нужны знания, причем здесь глазки. Не-не, ну, все равно, ну, так как-то разулыбается, как-нибудь так, нет? Нет, вы знаете, все достаточно строго, нужно официально, нужно разбираться, нужно знать. Одно интервью было очень такое, знаете, техническое, Excel хотели очень глубоко. Зачем? Зачем? Люди? Ну, прям такое, знаете, с формулами, как бы, я что могла, подучила, но мне не хватило знаний, и там реально нужно было, ну, на джуна. Люди, люди, кто нас смотрит сейчас, не учите Excel, не пишите макрос, формулы не надо ничего, просто вот. Вот, пусть они сами там отдуваются вообще с этим своим Excel, не нужно. Так, хорошо, слава богу. А то, представляете, какой кошмар, если бы к ним работать попали, ужас. Если так будет. Хорошо, в итоге вы попали на какого плана проект? Что делали? Я попала в компанию американскую. Занимались, да, да, компания занимается, работает с Амазоном. И это была конвертация баз данных. Специально ТУЗА разрабатывалась, которая конвертирует одну базу данных в другую базу данных. То есть вы тестировали сам инструмент? Вы не делали там этот data validation, там какой-нибудь там вот это, вот это. Хорошо. Так подождите, но вы тестировали вручную, или вы все-таки должны были как-то автоматизированы? Я занималась автоматизированными тестами, но я их не писала. Естественно, у меня не было такой практики. Но я занималась их запуском, проверкой, заполнением отчетов. Потихонечку проникали в сам тест, как он написан, что делает? Потихонечку проникала. В случае, если он падал, мне нужно было выяснить, в чем причина. Найти эту причину и описать Баврибурт и предоставить инженеру. С точки зрения уровня зарплат, скажем, в городе, ну, допустим, я не знаю конкретных цифр, но, допустим, если в среднем в городе Харькове, так, допустим, зарплата там 400 долларов считается нормальной, например, я не знаю, ну, где так от балды, то сколько, например, получает относительно 400 долларов начинающий тест, тестировщик? Ну, начинающий, может быть, так и будет получать. То есть уже разумные деньги, такой, как бы, не стыдно? Ну, прожить можно будет. Прожить можно. Такой тестировщик, который, допустим, вот вы уже сколько, 4 года работаете? Не, я не 4 года работаю, я училась, у меня где-то год ушел на учебу, потом у меня свои нюансы были, но, в общем-то, где-то в общей сложности я работаю 2,5 года. Хорошо. Допустим, человек, который проработал 2,5-3 года, он уже на сколько может рассчитывать на рынке? Рыночная цена такого человека? Рыночная цена, ну, от 1000. То есть уже совсем прилично? Совсем прилично, да. Где-то я читал, а, я какое-то видео делал, там человек писал, что вот как там они там, большие герои, именно в Харькове это было, что они там вообще, там нет смысла вообще им в Америку ехать, так они круто там зарабатывают, там и так далее, я очень там посмеялся. Но люди, которые там участвовали в дискуссии, они говорят, что в принципе можно купить 1, как называется, 1-комнатную квартиру в Харькове, ну, буквально там за 18-20 тысяч долларов. Да. Вот, и что если человек зарабатывает 1000 в месяц, так, я извиняюсь, он может легко купить такую квартиру? Может, если не каждый год, он может через год такую квартиру покупать? Да, значит, прожить ему надо, а цены у нас немаленькие, все равно здесь. Нет, ну, два человека, там, муж, жена, там, на одну зарплату живут, на другую там квартиры покупают. У меня же в команде работает муж и жена вместе, поэтому, в общем-то, очень даже реально. Так, хорошо, а то есть, с точки зрения, вот, я обычно, когда пытаюсь объяснить людям ценность вот этого переключения, там, в целом, в мир IT, не обязательно там тестирование, ну, в частности, в тестировании. Да. Я им говорю, понимаете, вот, неважно, в какой стране вы живете, вот, в каком городе, там, Москва, Харьков, там, не знаю, Львов, но, когда вы попадаете в айтишную обстановку, люди, которые там работают, и отношения между этими людьми не такие, как вот где-то еще, они гораздо более щадящие, такие радужные. И, в общем, удовольствие. Однозначно. Правда, да? То есть, вот, вы работали в продажах, разве это то же самое, вот, там люди... Нет. Нет, нет, нет. Посмотрите на эту улыбку, посмотрите на эти лучащиеся глаза. Вы, конечно, может быть, и раньше такая были, я не знаю, но... Нет, я вам хочу сказать, что намного меньше стрессовости, если сравнивать работу менеджера, слишком такая большая цепочка продать, отследить доставку, и на этом пути очень много случается разных ситуаций у менеджера. Это достаточно стрессовая работа. Много звонков, много продаж. Чем больше звонишь и говоришь, тем больше зарабатываешь. Но это тяжело. Здесь намного меньше стрессовости. Комфортные условия, комфортный офис. А вот англоязычность там как присутствует? Вообще работа с английским языком на уровне разговора, на уровне документации, на уровне писанины, которые приходится делать. Как вот, насколько английский присутствует в вашей жизни? Абсолютно присутствует, потому что документация вся на английском. Так. Работа, приложения все на английском, естественно. Я не веду переговоры, но очень многие ребята общаются с кастомерами, и, конечно же, это на английском. А есть у вас какие-нибудь скрам-митинги какие-нибудь по утрам там, нет? Ну, в команде есть. То есть вы участвуете? Так митинги на каком языке? Если только наша команда, то это русский язык. Ага. Но бывает, что так и... А бывает, если это скайп-митинг, то это английский. Хорошо. А у вас есть какая-то перспектива? Вот вы говорите себе, я вот сейчас вот тут, через три года я буду тут, через пять, тут, через десять, там. Какая? Или, может быть, даже разные перспективы есть? Вот что просматривается? Разные перспективы просматриваются. Это, может быть, и автоматизация. А хочется? Интересно. А вы уже делаете немножко так? Еще не очень, но... Хорошо, хочется. Так, дальше. Можно базы данных глубже. Это очень важно. Независимо от того, чем вы будете дальше заниматься, это, я это так объясняю, что весь мир компьютеров, весь, состоит из двух главных частей. Там есть еще по мелочи, но главных там две. Это информация и как до нее добраться. Значит, информация это база данных, а как добраться это сети. Значит, без того, чтобы фундаментально понимать сети и базы данных, ты остаешься с сявкой, которая тут поклевала, там поклевала. Вот кит плывет, а там какая-то мелочевка с него там чешую склевывает. Понимаешь? Вот не станешь китом без баз данных, без сетей, ты не станешь никем. Это очень важно. Так, хорошо. Значит, раз, два. Ну, честно говоря, мне как бы этого и хватит. Базы данных можно в разные стороны. Можно пойти менеджерам еще. Ну, честно говоря, как-то я не настроен. А вот ваш опыт в сейлс, в продажах, менеджмент в продажах. То есть у вас нет такого? Или, может быть, вам говорят, ребята, вот, может быть, начальники говорят, ты знаешь, что у тебя хорошо получится быть там лидом или там менеджером. Не говорят такого? Пока нет. Пока нет. Я, может быть, не проявляю себя настолько в тестировании, потому что это же молчаливая работа относительно. Хорошо. Рынок в Харькове. Значит, что сейчас происходит? Потому что я просто слышу такую версию, вот вы тогда прокомментируете. Версия такая, что в связи с событиями, которые последние годы происходят в стране, значит, многие виды работы как бы пропали, многие работы просто не платят ничего. А вот IT, единственный такой островок, где нормально зарабатывается, зарабатывается, и все бросились в IT. Все учат программи... Ну, не все, но очень много народу рванули. Учат программирование, тестирование, там, туда-сюда, на каждую позицию по 200 резюме. И, в общем, не пробиться. Не пробиться. Вот что происходит у вас там, например? Для начинающего есть какая-то ниша или совсем плохо? Ну, то, что IT очень востребовано, и все знают, что это хорошая работа, хорошая зарплата, хорошие условия есть. Да, это факт. Так и есть. Но что не пробиться начинающему, я вообще так не могу сказать. Я приведу пример своего сына. Он сейчас студент третьего курса, того же хера, который я закончила. Так вот, он работает программистом уже второй год. Параллельно с учебой. Параллельно с учебой. Это идеальный вариант. Вот я считаю, в сегодняшнем мире, в наше время так было нельзя. Просто вот так просто было невозможно. Мы в свое время подрабатывали на кафедрах. Вот я, например, учился в институте связи. И я подрабатывал на кафедре, как она там называлась, уже забыл, передачи дискретной информации. Значит, я там подрабатывал, какие-то модели математические делал, каких-то сетей связи, какие-то там интегралы, контурные высчитывал, черт его знает. Но это не было компьютерным. Я не кодировал там ничего. Но, во всяком случае, это была сложная такая. Мне завкафедры, когда я это посмотрел, он сказал, отчет там был. И он говорит, ты знаешь, в докторской диссертации, говорит, меньше математики, чем в этом отчете. И там интегралы, интегралы там. И вот к чему я говорю. Студенты подрабатывали на кафедре. Нам давали полставки лаборанта. То есть ставка была 65 рублей. Значит, нам давали 32,50. И вот это то, как мы работали. Но это был совершенно неоценимый опыт. Потому что действительно, ты решаешь практические задачи. Они реально что-то такое делали. И сейчас есть возможность в стартапах. Понимаешь, когда я был на этой неделе в Киеве, Света, ты помнишь, мы пришли на эту стартап-неделю. Там было несколько тысяч человек. Там молодежь в основном. Какие лица, какие мальчики, какие девочки. Боже, я вообще бы оттуда не уходил никогда. Понимаете, просто я вампирил эту энергию невероятно. И 20 лет. Пойди туда, пойди к ребятам. Там стартапы, пусть тебе платят или не платят. Какая разница. Понимаете, как навампирить можно этого всего. Ну, мальчик... Я вам скажу, что сыну 19 лет, он сейчас работает. И вот к вашему вопросу о том, что есть ли ниша для начинающих. Он когда отправил резюме вечером, его утром просто забомбили предложениями и звонками. Востребованность есть. Тут есть несколько тонкостей. Он все-таки первое молоденький, второе учится в университете. Это не то, что там девушка 32 года, которая была, допустим, бухгалтером и хочет переучиться. Или как у нас там в Могилеве, там была женщина 48 лет. Понимаете, я думаю, опа на. И тоже у него получилось в итоге, но это не то же самое, что мальчик 19. Я понимаю, я понимаю, но тем не менее. Очень здорово. Хорошо, что есть возможность. Сейчас у молодежи очень много возможностей. Они ходят и спрашивают, а где мотивация, а как жить вообще. Вот так и живи. Хорошо. Слушайте, так может вы к нам? Там нет планов никаких таких? Может вы гринкард-ботерею там выиграли? Есть планы. Есть планы. Так, делиться будем или так? Пока, если можно, придержу. Хорошо. В лотерею играете? Да. Понял. Так, чем занимается папа вашего сына? Папа живет сам по себе. Окей. Хорошо. То есть он не мешает вам эмигрировать, если что? Нет. Понятно. Ну, это хорошо. Ладно. Так, а еще детки есть там или только один мальчик? Нет. Мальчик. Мальчик сын программист. Сын программист. Да. Сын программист. Знаете, в наше время, когда вот эта эмиграция была, еврейская, беженская эмиграция, говорили, что муж еврей не роскошь, а средство передвижения. Вот. Так, сейчас можно сказать, что сын программист, там тоже не роскошь, как бы путь в эмиграцию. Ну что же, хорошо. Ладно. Так давайте, может быть, мы какой-то такой мотивирующий месседж пошлем тем, кто нас смотрит. Я могу сказать, что поскольку у меня переписка большая, вот с людьми из разных мест. То есть, безусловно, Харьков это один из таких очень ярких и мощных центров. Так же, как и Киев, так же, как и Львов, вообще потрясающе совершенно. Да. И, ну вот, если мы на Украину смотрим, вот, и Днепр, и Днепр, честно, да, как он теперь называется, Днепр, и, и еще есть места, но, конечно, вот, в Киеве есть, но Львов, Харьков, Киев, конечно, очень мощные. Но, если мы посмотрим на Россию, конечно, Москва, Питер, там, Новосибирск, там, никто ничего не говорит, но я, когда смотрю, откуда только люди из России не выныривают и не говорят, я вот там ваш курс прошел, я сейчас уже работаю, у меня волосы дыбают, я думаю, и там тоже, вообще, потрясающе, всюду. Поэтому, может быть, какой-то толчок от вас, да, вот вы смотрели видео, там люди, что-то у них получалось, и вас замотивировало. Да. Может быть, может быть, больше к тем, кто вот живет там в городах Украины, которые, может быть, у них больше сейчас, как сказать, мотивации посмотреть по сторонам, да, потому что, как-то так, возможности, может быть, меньше, в связи с тем, что экономика не очень хорошо себя ведет. И не только Украина, конечно. Но вот, тем более, раз уж вы начали там про эти 40 лет свои говорить, для многих, я знаю многих людей, которые в 30 говорят, я уже все. Кто же меня возьмет, мне 30 лет? Да, ну, честно говоря, я сомневалась тоже, я сомневалась, пока не нашла ваш канал. Правда? И вот ваше видео, ребята, которые были в таких же скайпах, как я сейчас, я смотрела много таких историй, и вот, я думаю, наверное, и можно пробовать, и нужно. то есть вывод такой, значит, смотрите каналы, и все вам будет? Да, все вам будет, но я хочу сказать, что если, если есть желание, если есть вера, нужна еще дисциплина к этому всему, и я просто уверена, что все получится. А вы по природе, по природе вы человек дисциплинированный, или вы, а, то есть есть такое. Да, я такая отличница была, вычет, выберете на высшую математику. По гороскопу кто будете, какой у вас знак? Весы. Весы. Решение легко принимаете, или мучительно? Вы знаете, ну, мне было сложно, вот так бы сказать, раз, и перескочить в тестирование, то есть я достаточно взвешивалась, совершенно подошла к вопросу, я так много посвятила времени на изучение, и когда я уже стартанула, то ничего не могло меня остановить. Вот сейчас вы уже, допустим, два с половиной года в профессии, у вас нет ощущения такого, что вот два с половиной года прошло, а вы еще не вскочили там на какой-нибудь Селениум, там на Джаву, на что-нибудь такое, с автоматизацией связано. Вот нет ощущения, что как-то можно было за это время нахвататься автоматизацией, например. Честно говоря, нет, потому что я работаю с базами данных, и достаточно широкая область для изучения. Это правда, там бесконечность, конечно. Да. А хорошо, но на сиквеле вы пишете там? Ну, запросики. Запросики. Там, селект, селект какой-нибудь. Можете? Конечно. Мало ли, я спросил. Так, хорошо. Много запросов разных. На самом деле, это на рынке тестирования, базы данных, точнее, вот этот бэк-энд тестинг, вот туда, да, и там, где люди, вот на SQL, SQL, там по-разному произносят, вот, люди, которые вот это вот пишут, и смотрят то, что называется, Data Integrity, вот это вот, как оно там куда-то залезло, положилось, и там, чтобы ничего не нарушилось, это очень большой рынок, это отдельная ниша совершенно, то есть у вас как бы появляется специализация своя. Хотя, безусловно, безусловно, и там тоже автоматизируют, но, может быть, конечно, не инструментами, которые через пользовательский интерфейс работают, как селением, там у них свои штучки есть. Свои, свои, да. То есть, у вас есть там инструмент, вы можете зайти в рекорд, там, посмотреть, где что лежит, да, конечно. А, так еще ничего же, хорошо. Ну, я думаю, что, может быть, в будущем чуть-чуть еще я и займусь автоматизацией. А у вас есть такое, что, допустим, вы работаете и продолжаете какие-то классы брать? Может быть, что-то подучиваете, в онлайне, может? Ну, при желании, конечно, да, можно, но я пока, честно говоря, так утряслась. Сачкуете, сачкуете. Ну, оно неплохо, оно неплохо, когда, вы знаете, что вот даже, когда что-то берешь, только адекватное работе, нельзя брать то, чего на работе нельзя использовать, а вот то, что на работе делаешь, к этому очень неплохо, какие-нибудь классы брать и куда-нибудь там поглубже залезть. конечно, конечно. Просто я вам скажу, что я такой рывок сделала для того, чтобы попасть в IT. И достаточно много энергии, сил приложила, и вот когда я уже здесь немножечко так вздохнула, и... Я вас понимаю очень хорошо. Которые с вами, ребята, учились в Академии ШАГ? Да. Они куда потом делись? То есть, скажем, многие... Вы поддерживаете отношения? Может быть, они там работают где-то? Может, у вас там тусняк какой-то с ними? Ну, не со всеми. Некоторые ребята, да, устроились. Устроились. Но процентность, я не могу сказать, сколько. Ну, я вам скажу так. Те, кто хотят, те, кто не останавливаются, идут. Просто я уверена, что найти работу можно. Ну, у нас то же самое, если ты лежишь, сидишь, висишь, и как бы... Как это называется? То есть, у тебя тело как бы тепло выделяет, но больше уже ничего? Знаете, с точки зрения физики совершается работа. Правда? Там тепло выделяется, но совершается работа. Я не хочу, не хочу огорчить тех, кто нас смотрит и не знает основ физики, но это вот, поверьте на слово. Но, это не та работа. То есть, если он не работает в направлении, скажем, рассылки, резюме, там и так далее, то он, конечно, много не наработает. Только тепло выделит и все. Ну, хорошо. Значит, Оксана, так вы, давай так, ну, мы вас увидим уже с этой стороны экрана? Я надеюсь. Вы планируете? Я надеюсь. Все, тогда давайте, мы тогда с вами еще раз снимемся, хорошо? Да. Вы не обманете меня? Нет, я буду стараться. Ну, хорошо. Ладно, давайте мы тогда помашем всем ручкой, скажем. А можно, а можно я еще немножечко скажу? Конечно, нужно. Я хочу еще раз вас поблагодарить за ту работу, которую вы делаете, потому что она, вот лично для меня, она была бесценна. Ваши видео, которые вы даете с ребятами, которые прошли этот путь, которые достигли, сейчас я в их числе, и я этому очень рада, и я очень благодарна вам за ваш труд, благодарна за ваши видео, которые вы записываете, выкладываете там 25 часов, по-моему, у вас уроков. Примерно, да. И когда мне говорят, ну, Оксана, ну как же я могу вот сейчас взять и выучить, где же, как же у меня там нет возможности финансовывать, например. Я говорю, ребят, да зайдите в интернет, к тому же Портнову. Информации достаточно, чтобы понять, разобраться, научиться, если желание есть, и вперед. Поэтому, Михаил, спасибо вам огромное за то, что вы терпеливо все это снимаете, разъясняете и даете возможность нам пользоваться. Я вот скажу вам низкий поклон, правда, большое вам спасибо за ваш труд, за вашу работу. Лично я это очень ценю, вы мне очень помогли, и то, где я сейчас нахожусь, в этом есть большая ваша заслуга. вы меня прям засмущали, но... И это правда, правда, это правда, но все равно я стесняюсь. Спасибо вам. Ну вот, я на самом деле, понимаете, как вам сказать, мы тут сейчас занялись дизайном человека, есть такая область, жена у меня увлекается, и мне тут написали про меня всякие характеристики, и в частности, получается такая штука, что по дизайну, вот я родился таким, я пришел с этим, я, как бы, для меня в жизни главное это быть востребованным. То есть, вот я поэтому, вот этот YouTube канал, я там самореализуюсь, я это школы, я вот что-то такое несу, и так далее. Поэтому тут получается как бы взаимовыгодный союз, да, то есть вам хотелось что-то получить, а мне дико хотелось, чтобы кто-то взял. Понимаете, не просто дать, а чтобы взяли, потому что дать, дать, конечно, но чтобы взяли вот это. Поэтому мы с вами как бы две стороны одной медальки получается. Я с удовольствием вас слушала, внимала, всем вашим советам, и налицо результат. Оксаночка, а вот такой вопрос, если уже мы так в эту сторону, у вас есть, может быть, я не знаю что, веб-сайт, YouTube канал, Facebook, я не знаю, какое-то место, куда, например, можно прийти, вам вопрос задать. Да, на Facebook можно найти меня. А вы знаете что, вы мне тогда скиньте ссылочку, а я ее под видео и повешу. Ну, конечно, у кого есть вопросы, буду рада. И вы тогда не сочтите за труд, там ребята что-то будут спрашивать, вы тогда уже им ответьте, хорошо? Обязательно. Все, друзья, мы прощаемся. А мальчика нет рядом вашего? Нет, убежал гулять. Ах, хотел посмотреть. Ну, ладно. Все, тогда прощаемся, но не прощаемся надолго. Да, рада была вас видеть. Счастливо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.